Жизнь штука непредсказуемая, но как известно безвыходных ситуаций не бывает и на любой вопрос можно найти ответ. Здравствуйте, это программа Жили Были и вот о чем расскажем сегодня. Груз не пройдет. Жители улицы Женьшеневой в Ростове готовы стать стеной и не пустить тяжелую строительную технику с грузом по своей узкой улочке. Он стабильно горел раз в несколько месяцев. Соседи долго ждали, когда на улице Мечникова исчезнет заброшенный дом. Дождались, но демонтажные работы остановили. Городские власти приговорили его к сносу, а горожане несут цветы. Решена судьба дома Науменко на Станиславского, 39. Большой трафик маленькой улицы. Грузовики с грунтом и стройматериалами не вписываются не только в образ улицы с тонким названием Женьшеневая, но и в двухметровую ширину дороги. Однажды местные жители проснулись от грохота большегрузов и теперь ищут способ не остановить, а направить в объезд большегрузный трафик. На этой фотографии улица Женьшеневая в Ростове заканчивается тупиком. Вот эта стена превратилась в ворота, откуда отправляются в путь большегрузы. Пока другая техника подготавливает дорогу, снимает верхнее покрытие, которое, кстати, местные жители выкладывали за свой счет, позже здесь появятся бетонные плиты, по которым и пойдут до 50 груженных грузовиков в день. Они будут идти через Женьшеневую, мимо железной дороги, по медицинской, по Соловьиной, медицинской и куда-то туда и будут. Дело в том, что сама территория, она не предполагает, и сама территория товарищества не предполагает даже проведения таких работ и хода транспорта. Навряд ли кто-то хочет, чтобы под его домом, под его окнами работала, ходила такая техника. Мы здесь живем и беспокоимся о своих домах. За высоким забором территория военного госпиталя. Стройматериалы и грунт вывозят после демонтажа старого здания и строительства нового корпуса для ковидных больных, рассказывают местные жители. Изначально грунт сыпали на берег реки Темирник, но экологическое состояние реки ухудшилось, и городские власти обязали насыпи земли убрать. Очень много этого грунта, очень много обходов, стройматериалов. И там вообще идет как обрыв такой, и туда это все сползает. Поэтому теперь этот грунт надо оттуда убрать, и это хотят сделать через наш переулок. Новый маршрут грузовики проложили по улице Женьшеневой. Ширина проезда никого не смущает, кроме местных жителей. У них планируется по плану день здесь ездить будет 50 КамАЗов с интервалом 15 минут с 7 утра до 7 вечера. Значит, мы здесь будем дышать соляркой, мы здесь будем задыхаться в пыли, которая здесь будет, и в шуме, который здесь будет. Кучи здесь оставили, обрезали заезды во дворы. То есть вот такое отношение к людям. Для тихой Женьшеневой улицы каждый такой проезд груженного КамАЗа сродни землетрясению. Беспокоит состояние моего дома. Мы его только построили, только вселились. И вы представляете, что произойдет с домом, когда 50 КамАЗов в день проедет два месяца. Дом просто даст трещину. И возмещать некому будет. Беспокоит владельцев домов и близость газовой трубы. Здесь расположена газовая труба, которая как раз пересекает проезжую часть. Администрация города нам ответила, что разрешение, даже не разрешение, а не возражение согласно якобы схеме. Схема выглядит просто закорючкой. То есть по большому счету сюда никто не пришел. Не посмотрели. На экскурсию к газопроводу пригласили и представители Горгаза. Те приехали, посмотрели, сфотографировали. Но свое мнение по состоянию газопровода специалисты оставили при себе. Женьшеневая готовится к глухой обороне. В отчаянии соседи планируют встать перед грузовиками живой стеной. Аварийный дом исчезнет с улицы Мечниковая. Тот, что стабильно горел раз в несколько месяцев. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам, но жители соседних домов просят остановить технику. Причин сразу несколько. Основная опасность зацепить действующий газопровод. Сноса дома номер 55 по улице Мечникова соседи ждали давно. Аварийный трехэтажку признали несколько лет назад. Жильцов расселили, но жизнь там забурлила с новой силой. В опустевшем здании стали собираться, скажем так, социально неблагополучные граждане. Как итог, дом постоянно полыхал. Последний раз в августе. У нас же буквально наш дом чуть не загорелся. Вот по вот этому дереву, которое у нас соединяется с этим домом, тут же крыша, был пожар и огонь. Просто вершины вот этих деревьев он захватил. И мы запрашивали у пожарных справку, сколько раз в нашем доме было возгорание. И тоже писали заявление в администрацию об ускорении сноса. Но появление долгожданной техники вызвало тревогу. Во-первых, подрядчик не установил ограждений. Но это далеко не самое страшное. Сейчас труба держится разве что на честном слове. Труба газовая на наш дом идет именно через вот этот соседний дом. И, соответственно, разрушение дома рядом поведет, дай бог, не к взрыву, но как минимум к тому, что мы на Новый год останемся без газа. Жильцы звонили в газовую службу, которая оказалась в курсе работ, но от ответственности открестилась. Здание на балансе райадминистрации. Обращайтесь туда. Представитель администрации приехал. И работы продолжились. Когда мы уже здесь вот втроем мы начали останавливать этот ковш, просто кричать и махать руками ему остановись, тут же приехали сотрудники полиции и уже тогда все остановилось. А до этого их вообще ничего тут не волновало. То, что газовая труба провисла и начала биться об землю, это никого не трогало. Заказчиком и контролером сноса аварийного здания выступает управление ЖКХ Октябрьского района. И с претензиями жильцов там согласны. С подрядчиком было проговорено о следующем, что необходимо поставить ограждение и после этого приступать к работам. И также параллельно установить подпоры под газовую трубу, так как газовая труба не переносится, денежные сеса на нее не выделяются, и то есть она остается на том же самом месте. То есть проектам ограждения и подпоры учтены, а вот в контракте не прописаны. Данный газопровод обеспечивает газом сразу три дома, но сейчас он находится в критичном состоянии. Проблему могут решить подпорки, считают в администрации. Их должен установить подрядчик. Однако подпорки так и не были установлены. Почему? Ответа на этот вопрос подрядчик не дал, а предпочтел уехать молча. И только после визита нашей съемочной группы на площадке все же появилось и ограждение, и подпорки. Качество последних вызывает вопросы, но в райадминистрации убеждены, порыва они не допустят, а от обрушения стен газопровод убережет экскаватор, который должен стягивать демонтируемые элементы внутрь строения. Снос должны завершить к 25 декабря. Здание, которое выстояло Великую Отечественную войну, выстояло и сейчас. Утихли споры о сносе дома Науменко на Станиславского, 39. Городская администрация признала ценность дома ветерана и пообещала общественникам сохранить не только военно-исторический фасад, но и само здание, пока не решится вопрос о его культурном статусе. После объявления о сносе дома Науменко неравнодушные стали нести цветы к нему. Десятки гвоздик в окнах первого этажа символизировали сплоченность ростовчан и желание спасти ценное для города здание. Правда, недолго пробыли они здесь. Буквально через пару дней они оказались в куче. Акция памяти явно кому-то не понравилась. История с некогда доходным домом 1905 года постройки по адресу Станиславского, 39, стала резонансной. Здание признано аварийным уже 11 лет. Столько же там никто не живет. А в 2018 году суд обязал городскую администрацию снести его. Спустя два года нашлись и подрядчики, но снос пришлось отсрочить. Общественность требовала сохранить дом ветеран, переживший революцию и Великую Отечественную. По воспоминаниям одного из таких генералов, немецких, они застали город в очень сильно забаррикадированном состоянии. Первые этажи зданий были обычно закрыты мешками с песком, досками заколочены, чтобы внутрь здания не было доступа. И силы нашей армии, силы Красной армии, были на втором этаже, например, если брать это здание, отстреливали с балконов, с крыш здания, из окон, с прочих других мест. Отверстия от пули и осколков на фасаде, как шрамы, напоминают о лете 42-го. По словам координатора общественного движения «Мой фасад» Геннадия Крольмана, здание, где бои шли так плотно, в Ростове почти не осталось. Сохранить фасад дома частично город все-таки пообещал. На пресс-конференции по теме аварийного фонда Донской столицы замглавы МинжКХ пояснил, сейчас проводится дополнительное обследование конструкции. Именно в части наличия каких-то таких исторических фактов и элементов, которые все-таки мы постараемся сохранить. Может быть, где-то, возможно, будет их использовать на других мемориальных досках. Общественность предлагает другой вариант. Выделенный на снос 1 миллион 800 тысяч рублей потратить на консервацию фасада. Свой проект сохранения дома Науменко ростовские урбанисты разместили в соцсетях. Соорудить, например, небольшой мини-сквер, устроить там сквер, который будет рассказывать плакатами, может быть, какими-то статуями, скульптурами, вообще не обязательно чем, о том, как Ростов-на-Дону отбивали и защищали в 41-м, 42-м, 43-м годах. Буквально через несколько дней глава города провел с активистами видеоконференцию, где пояснил, чтобы сохранить дореволюционные здания в первозданном виде, их нужно признать объектами культурного наследия. А бюджета на всё это не хватит. Поэтому нужны частные инвестиции. Найти инвестора гораздо сложнее, поскольку такая работа подразумевает большую ответственность. В итоге эти дома продолжают стоять полуразрушенными. Один из вариантов выхода из этой ситуации – сохранить исторический фасад и вмонтировать в него новое здание. Этот путь проще. При таком подходе инвестор сможет зайти на объект уже в следующем году. В течение 90 рабочих дней, пока специалисты будут определяться, давать дому Науменко статус объекта культурного наследия или нет, здание запрещено сносить. Рядом с домом Науменко на Станиславского, 34, доходный дом Голубева, 1917 года постройки. Его также хотят снести до конца 2020 года. Фасад и часть здания рухнули еще 30 лет назад. Из пяти литеров остался только Б, где до сих пор живут три семьи. Соседи по аварийным квартирам Екатерина Костырева и Евгений Малый пытаются решить жилищный вопрос с 2002 года, несколько раз не попав в программу по переселению из аварийного жилья. С 11 по 14 забыли вообще, что наш дом аварийным. И решили в 2014 признать его повторно аварийным. Его признали повторно аварийным. Нам сказали, что мы попадаем также в программу до 2020 года. Постановление нам прислали в мае 2019 года, что дом будет расселен до конца 2020 года. Конец 2020 года до сих пор ждем. Стенка к стенке другая многоквартирка под снос. Доходный дом Беловой, 1890 года, по адресу Обороны 29. Жильцов расселили несколько лет назад. Но, судя по вещам, сюда иногда ходят гости. И чтобы не случился пожар, жильцы соседнего дома за свой счет ставят здесь решетки и замки. Этот дом намного больше простоит. И его можно действительно до ума довезти. На основании того, что он дальше находится от трамвайных линий, меньше вибрация трамваев идет. Здесь кладка очень хорошая. Если снять, посмотреть по кирпичной кладке, он до сих пор ни одной трещины толком нету нигде. Только между этажей, вот эти перекрытия балочные, заменить и все. В ближайшее время все три показанных нами дома планируют снести. А город в этом году уже убрал девять подобных. Для Ростова, города воинской славы, большой утратой будет исчезновение любого здания конца 19-го, начала 20-го века постройки, считают общественники. Более того, в начале года администрация Ростова заявляла о почти 600 аварийных домах на территории Ростова. Почти все они – это конец 19-го, начало 20-го века, то есть дома дореволюционные. И если 600 домов – это почти одна третья застройки от всего города будут уничтожены, то это будет очень сильный удар по историческому центру Ростова. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях и становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok